Современному экономисту прийдет та мысль, что можно вот взять и уничтожить удар по российской экономике. Сегодня гораздо больше, чем в 2014 году. Если российские нефтедоходы упадут, то, соответственно, рубль ослабеет и еще. Вот мы живем с вами в Европе без российского бизнеса. Нефти – ноль, угля – ноль. Некомпетентные, но более лояльные подчиненные у диктаторов – это не баг, а фитча. Вам нужно конкурировать с гуглом, а вам нужно все время звонить в администрацию президента. Вы делаете ракеты – это добавляет стоимости КВНП. К качеству жизни российских граждан это не имеет никакого отношения. Большинство недемократических режимов сегодня используют не страх, а обман. Это нормальная, открытая политическая репрессия. И, наконец-то, вуаля, я лишился российского гражданства. Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет! Это Forbes Talk. Я Елена Тафанюк. Сегодня мы в Париже, в Институте политических исследований Сианцпо. И будем говорить с его православным Сергеем Гуреевым. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Ваша новая книга «Spin Dictators» описывает новый тип диктаторов, который появился в 21 веке. И вы считаете, что они в корне отличаются от тех, которые были в 20 веке. Не такие кровавые. Вам не кажется, что это какая-то искусственная конструкция? И, может быть, просто пока до конца процесс не развился? Вы знаете, это хороший вопрос. Мы не уверены в том, насколько эта модель будет устойчивой. И, на самом деле, мы в книге пишем о том, что процессы, которые приводят таких новых диктаторов в власть, эти те же самые процессы, которые, в конце концов, делают их режим менее устойчивым. Но, в целом, в последние десятилетия диктатуры стали менее репрессивными. Насилие стало меньше в диктатурах, а политических заключенных стало меньше. Сами эти политические заключенные теперь называются не политическими заключенными. А вот как Навальный до недавнего времени его осуждали за мошенничество, за преступления экономического характера. И это то же самое, что мы видим в большинстве диктатур. Вот то, о чем мы пишем, что, да, старые диктатуры существуют. Это и Венесуэла Мадуро, это и Северная Корея, это и Сирия. Но если мы посмотрим на цифры, то большинство недемократических режимов сегодня используют не страх, а обман. Наша книга будет издана и по-русски. И мы долго обсуждали, как ее назвать. В конце концов, решили, что спин-диктейтерс переводится как диктаторы обмана. В отличие от фир-диктейтерс, диктаторов страха. И это главное отличие. Спин-диктейтерс, а диктаторы обмана, прикидываются демократами. В какой-то момент действительно внутри страны накапливается критическая масса умных образованных людей, читателей Forbes, которые задают так много вопросов, и которых трудно заставить замолчать, потому что их много. И их подкупать дорого, цензурировать тоже непросто. И в конце концов, спин-диктейтер, диктатор обмана, должен выбрать делать режим более свободным или, наоборот, возвращаться в 20 век. И в этом ваш вопрос. Вполне возможно, что некоторые диктатуры возвращаются от этого режима в диктатуру страха. Пример Мадуро – это тот самый пример. Чавес, хотя он был настоящим военным, умел стрелять. Чавес – это диктатор обмана. Мадуро – водитель автобуса. Никакой ни генерал, ни полковник – это типичный диктатор страха. И вот эта обратная эволюция, которая произошла, это эволюция, которую мы увидели и в России, к сожалению, в 22-м году. Но есть много режимов, которые демократизируются. Типичный пример – это Армения в нашем регионе. Армения в 18-м году демократизировалась. И такого рода процессы могут происходить в самых разных странах. Поэтому, нет, мы не думаем, что мы не правы. Мы уже и в 21-м году, когда мы закончили последний вариант первого издания, мы говорили о том, что в России есть вероятность того, что Россия вернется к диктатуре страха. Но сейчас мы говорим, да, Россия – диктатура страха. Но есть много других таких вот мягких диктатур, как Казахстан, который провел конституционную реформу, президентские выборы. Это типичная диктатура обмана. Мы видим Тунис или Сербию, в которых из демократии режим переходит в такую диктатуру обмана. И в этом смысле таких режимов очень много. Турция тоже, да? Турция, да. Турция – это очень интересный пример, потому что можно сказать, что до 16-го года это была точная диктатура обмана. И мы иногда, вот я только что сказал, что, например, Алексея Навального посадили по экономической статье. Одного из лидеров курдской партии в Турции посадили за подделку медицинской справки. Вот. Такое тоже бывает, да? И, с другой стороны, после 16-го года, после переворота, попытки переворота, Эрдоган посадил в тюрьму очень много журналистов, гораздо больше, чем когда-либо сажали в России. Уволил много судей. И в этом смысле этот режим местами он похож на диктатуру обмана и даже на несовершенную демократию. Время от времени Эрдоган проигрывает выборы, в том числе важные выборы. Выборы в Стамбуле, в Анкарее, в нескольких других городах. Но время от времени он использует так много репрессий, что его трудно назвать диктатором обмана. Поэтому, конечно, это все очень сложные субъекты. А мне кажется, что одно другому не мешает. Вы знаете, если вы занимаетесь открытыми репрессиями, то вы занимаетесь открытыми репрессиями. Обманывать уже не нужно. Вот, как мы видим в 1922 году в России, если у вас есть закон о фейках, о дискредитации российской армии, то это типичный политический закон. Если в 1921 году организацию Навального, ФБК, объявили политические экстремистские организации, это нормальная открытая политическая репрессия. Сегодня Алексей Навальный и его коллеги, не уехавшие из России, сидят в тюрьме по политическим статьям. Это нормальный политический заключенный. Никто даже не делает вид, что они плохо платили налоги. Поэтому это уже обычный открытый репрессивный режим. При каких условиях диктатура обмана превращается в диктатуру страха, а при каких демократизируется? Вы вывели эти условия? Нет, мы не смогли вывести эти условия, потому что у нас недостаточно наблюдений. Диктатура обмана по историческим меркам – это относительно новый феномен. И вот смены режима в диктатуре обмана, либо в демократию, либо в диктатуру страха, их по-прежнему не так много. И мы можем только спекулировать, что, конечно, каждый диктатор хочет удержаться у власти. Не всем это удается, потому что некоторым не подчиняется репрессивный аппарат, потому что люди понимают, насколько опасной является диктатура страха. И диктатура страха, диктатура, основная на репрессиях, она ведь опасна не только для независимых журналистов, она опасна в первую очередь для людей вокруг диктатора. Вы помните, насколько опасным бизнесом было быть членом сталинской элиты или элиты Мао Цзэдуна? И в этом смысле, конечно, не всегда элита, репрессивный аппарат подчиняются диктатору, который хочет построить режим, основанный на открытых репрессиях. Опять-таки, зависит от того, насколько элита хочет оставаться интегрированной в мировую экономику. А ведь именно это является основным преимуществом диктатуры обмана. Диктатура обмана притворяется демократией, остается рукопожатной для иностранных инвесторов и западных лидеров. И поэтому элита может продолжать жить на лазурном берегу, посылать детей в английские школы и американские университеты. Вопрос по поводу репрессивного аппарата. Что означает появление частных военных компаний, которые фактически являются частными, негосударственными, вооруженными силами? Я понимаю, есть Вагнер. Вагнер, действительно, это очень-очень интересное развитие событий. И вполне возможно, что при смене режима в ту или иную сторону Владимир Путин будет думать, я думаю, что Росгвардия будет выполнять мои приказы. Я не знаю, будет ли российские вооруженные силы выполнять мои приказы. А может быть, они их и так будут выполнять, что лучше бы и не выполняли. Потому что там есть и коррупция, и некомпетентность. Но вот Пригожин будет на меня работать, потому что если меня не будет, то Пригожину будет плохо. И вот такого рода логика, она тоже важна. Создавать какие-то дополнительные взаимные сдержки и противовесы, чтобы хоть кто-то выполнял приказы, когда нужно будет заниматься... То есть это система сдержек и противовесов в силовом блоке. Да, нужны лояльные структуры, лояльные люди. Дело в том, что... И есть такая работа у моих авторов Георгия Егорова и Константина Сунина, диктаторы и визири. Они говорят, что некомпетентные, но более лояльные подчиненные у диктаторов это не баг, а фитча. Условный российский министр получает в разы больше, чем его французский или американский коллега. И он знает, что когда Россия станет демократией, у этого министра будут другие доходы, официальные или неофициальные. Совершенно другие. И в этом смысле есть материальный стимул оставаться и продолжать работать. Но если вы спрашиваете про репрессивный аппарат, то это, конечно, отражает тот факт, что смена режима будет основана в том числе и на силовых методах. И, конечно, Путину понадобятся люди, которые бесконечно лояльны именно ему и имеют в своем распоряжении несколько тысяч или десятков тысяч бойцов. С другой стороны, посмотреть, есть ли на другое давление санкций. Есть мнение, довольно распространенное, как мне кажется, что санкции довольно бессмысленны с точки зрения смены режимов. Вот Дубинин, мы недавно с ним делали интервью, про это он написал бы даже целую статью, что они эффективны экономически, но с точки зрения политической санкции совершенно не работают. Не кажется ли вам, что они и с экономической точки зрения сейчас не работают? Нам понимать, в чем заключается цель санкций. Вот, например, санкции, введенные против Ирана, их целью не была смена режима в Иране, их целью была смена поведения иранского руководства. Цель санкций заключалась в том, чтобы принудить Иран к сделке. Эта цель была достигнута. Через пять лет она была достигнута. В конце концов, Иран пошел на переговоры, была заключена иранская сделка. Поэтому в этом смысле вот такой пример, он очень показательный. С точки зрения санкций после 2014 года. Опять-таки, были введены санкции в августе-сентябре 2014 года. Путин перестал говорить про Новороссию. Были подписаны Минские соглашения. Что бы мы ни думали о Минских соглашениях, они все равно заморозили конфликт. И после 2015 года людей стало погибать гораздо меньше. Каждый погибший человек – это трагедия. Тем не менее, Путин пошел на переговоры, потому что были введены с нынешней точки зрения какие-то смешные санкции. Но тем не менее, санкции августа и осени 2014 года – это секторальные санкции, которые напугали в тот момент российскую элиту. То, что происходит сейчас – это другая история. Сейчас, опять-таки, речь не идет о смене режима. Если сейчас Россия выведет войска, отдаст территорию, заплатит репарации, то ее остается в покое. Россия продолжит существовать как Северная Корея, с репрессиями, без демократизации. Никто не сможет заставить Путина сменить режим, потому что у Путина есть ядерное оружие. Нет цели у Запада или Украины сменить режим в Москве, потому что это невозможно сделать без внутренних процессов в России. У санкций сначала, до *** была цель предотвратить ***. Все эти визиты Бернгса, разговоры с Байденом, разговоры с Макроном преследовали своей целью рассказать Путину, что если будет война, то у российской экономики будут большие проблемы. И проблемы есть, проблемы большие. Но теперь, после того, как это началось, цель санкций — лишить Путина ресурсов для продолжения. Чтобы он не мог делать новые танки, делать новые ракеты. И мы видим, что он производит артиллерийские снаряды, ракеты, танки, но не современные и немного. Тот факт, что он вынужден закупать боеприпасы в Северной Корее и беспилотники в Иране говорит уже о многом. Говорит о том, что эти ограничения важны, и они на самом деле действуют. Угроза вторичных санкций против Китая заставляет Китай остановиться и не поставлять Путину оружие. Эти санкции, они на самом деле в этом смысле работают и спасают жизни каждый день. Ну и последний вопрос — это деньги. У России сейчас есть и будет достаточно существенный бюджетный дефицит. Вот недавно, по-моему, была статья, которая показывала сначала резкое падение поставок полупроводников в Россию, а затем столь же резкий рост. Что говорит очевидно о том, что поставки пошли каким-то окольным путем и нашелся способ ввести это. Сейчас, когда виден потолок цены на нефть, вы, может быть, тоже видели, Индия сообщила о рекордном объеме покупленной в России нефти, что, кажется, тоже намекает нам на то, что нефть может быть тоже как-то вот так вокруг пойти. То есть все-таки действует или не действует? Это совершенно разные вещи. Что касается параллельного импорта микропроцессоров, это действительно показывает, что есть механизм обхода санкций. И, соответственно, американское казначейство, Министерство финансов, звонит в эти страны и говорит, пожалуйста, давайте этого не делать. И мы знаем, что Турция время от времени берет трубку и предпринимает какие-то меры. Но, тем не менее, да, Россия будет пытаться ввозить через третьи страны все, что можно. Микропроцессоры очень маленькие. Их можно ввести в чемоданах. Но то, что вы сказали про Индию и нефть, это совершенно другая история. В чем цель вот этих нефтяных санкций? Введено эмбарго. Европа практически перестала покупать российскую нефть. Но Запад не говорит, что российская нефть не должна поставляться на рынок вообще. Потому что в этом случае нефтяные цены бы выросли. Наоборот, Запад говорит, пусть третьи страны покупают, но по цене ниже потолка. И это и происходит. Да, Индия покупает больше. Да, российские поставки в неевропейские страны выросли. Общее производство российской нефти упало не катастрофически. Эти объемы перенаправлены. Но, во-первых, перенаправление стоит денег, потому что транспортное плечо больше. Во-вторых, российская нефть торгуется с большим дисконтом. Именно потому, что есть ценовой потолок. На самом деле, цена на российскую нефть еще ниже, чем ценовой потолок. И этот дисконт наблюдался до введения ценового потолка. Примерно за неделю резко вырос дисконт. И это связано с тем, что рынок поверил в то, что ценовой потолок будет работать. Это было непонятно до самого конца. До самого введения. Буквально за несколько дней до 5 декабря рынок все-таки поверил. Потому что было понятно, что переговоры куда-то идут. И в этом цель. Цель не в том, чтобы убрать российскую нефть с рынка. А в том, чтобы у Минфина было меньше денег. И данные за декабрь показывают, что, в принципе, это сработало. Средняя цена на российскую нефть в декабре, по официальным отчетам Минфина, я не помню сейчас, 50 или 55 долларов, гораздо меньше, чем бренд. И вообще, говоря, ниже, чем ценовой потолок. Как может выглядеть Европа без российского газа? Вот мы живем с вами в Европе без российского газа. Нет. Что значит? Закупали жире. Закупали жире. Выполняли хранилище. Да, вы правы. Тот газ, который лежит в хранилищах сегодня, он российский. Это правда. Но 31 декабря Германия объявила, что доля российского газа в немецком импорте газа – ноль. Нефти – ноль. Угля – ноль. И в этом смысле это фантастическая трансформация, потому что до войны это было 50-55%. Если мы смотрим на долю России в импорте газа в Европе в целом, до войны это было 40, иногда 45%. Сейчас, мне кажется, 7 или 5. Вот на такой уровень сегодня вышла Европа. Это стоит очень дорого. Это обошлось европейским налогоплательщикам очень дорого, потому что все правительства в Европе помогали своим домохозяйствам, компаниям. И это было не так дорого, как, грубо говоря, помощь во время пандемии. Но в разы меньше, не в 10 раз меньше. То есть это сопоставимый порядок величин. И в этом смысле, да, это было дорого. И да, все очень недовольны. И настоящая инфляция наблюдается, в том числе и во Франции, где мы с вами сегодня находимся. Рост цен на энергию сыграл свою роль и внес вклад в инфляцию тоже. Ну, а вы уже теперь прогнозируют рецессию в Европе. Она из-за высоких цен. То, что я видел, я пытаюсь вспомнить, в октябре последний официальный прогноз. Мы с вами разговариваем в начале января, а в конце января выйдет следующий прогноз МВФ. Он действительно будет отличаться от октябрьского, я разговариваю с коллегами в МВФ. Но вот с официальной точки зрения в октябре прогнозируется рецессия в Германии. Не во Франции и не в Еврозоне. И не в мире, и не в Америке. Кристаллина Георгиева выступала в начале, по-моему, января, как раз, или в конце декабря и говорила, что в Америке нет, Америка избежит рецессии, в Европе будет тяжелый удар. Ну, вполне возможно. Я не буду комментировать, потому что, в отличие от Кристаллины, мои разговоры с коллегами из МВФ носят конфиденциальный характер. Я могу ссылаться на официальный прогноз World Economic Outlook, он был опубликован в октябре. И там, насколько я помню, в Германии минус полпроцента роста в 2023 году, а все остальные страны, которые перечислились, положительные. Это именно из-за зависимости, из-за газозависимости? Надо понимать, что в условной Франции основной источник энергии – это атомные электростанции. И Франция гораздо меньше степени зависит от газа вообще. Но Германия, действительно, очень сильно зависела от российского газа, заплатила очень дорого. То, о чем вы сказали, очень важно, что в 2022 году Европа купила много российского газа. И многие аналитики говорят о том, что эта зима трудная. Но пока непонятно, какой будет следующая зима, потому что в 2023 году Европа не будет покупать газ из России. Но, тем не менее, я думаю, что опять-таки это может быть дорого. Но, опять-таки, будет куплен жиженый газ, будут заполнены хранилища. Мы видим ускоренное строительство терминалов для жиженого природного газа. И самое главное, мы видим возвращение цен. Цена на газ в Европе упала до уровня, который мы не видели сначала. И это показывает, что рынок верит, что как-нибудь мы уже справимся. Что это все означает для «Газпрома»? «Газпром» уничтожил свою бизнес-модель. Да, вот нефть можно загрузить на судно и отправить в Индию. А газ в основном в России продается по трубам. И в ближайшие несколько лет, пока не будет построена новая труба в Азию, у «Газпрома» огромная проблема с экспортом. Просто огромная. И это действительно смена времен, как сказал бы канцлер Шойц, что десятилетиями Россия, Германия, Россия и Европа, Советский Союз и Европа строили систему взаимозависимости на основании торговли газом. И вот выяснилось, что Путин решил это разрушить и разрушил. Выглядит, как один очень реальный сценарий. Россия не поставляющая газ в Европу? Да. Европа не будет покупать больше газа, чем сейчас из России. В моем представлении, любая война – это инфляция очень сильная, девальвация. Почему это не происходит? Россия в 2022 году – это особый случай. Были введены санкции против импорта, и не было санкций против экспорта. При этом цены на экспортные товары выросли, в том числе и потому, что рынок ожидал, что эти санкции будут в конце концов введены. И поэтому в России получился очень серьезный торговый профицит. При этом санкции против импорта были тоже неожиданными. То есть правительство в самом начале ввели санкции против товаров двойного назначения, микропроцессоров, всего такого прочего. Но потом еще западные фирмы, сотни, больше тысячи западных фирм ушли из России. Это тоже обрушило импорт. И получилась такая ситуация, когда Россия не может ничего импортировать, экспортирует много, получает очень много нефтедолларов, не может их ни на что потратить, поэтому доллар дешевеет, и рубль укрепляется. Это внесло свой вклад в замедление инфляции, в усиление рубля. Когда санкции были введены в декабре, рубль ослабел процентов на 15 или 20, я не помню сейчас. И если новые санкции будут тоже иметь эффект, если российские нефтяные доходы упадут, то, соответственно, рубль ослабеет и еще. Но плюс к этому надо сказать, что да, у России есть компетентные денежные власти. Почему возникает инфляция в тех странах, которые ведут войну? Дело в том, что страны, которые начинают войны, это обычно страны с недалекими правителями. Потому что война – это исключительно разрушительное дело. Современному экономисту прийдет та мысль, что можно взять и уничтожить огромное количество людей, человеческого капитала, физического капитала. И в этом смысле правительство тех стран, которые развязывают войны, как правило, не содержит компетентных людей. В данном случае на этой позиции компетентный человек, который умеет бороться с инфляцией. Если помните, в декабре 2014 года был обвал рубля, серьезный обвал рубля. И уже после 2014 года по-настоящему Центральный банк построил систему гибкого обменного курса, инфляционного таргетирования. Хотя переход к инфляционному таргетированию обсуждался и раньше. Удар по российской экономике сегодня гораздо больше, чем в 2014 году. И та система, которая выстроена за последние годы, позволяет бороться с инфляцией относительно эффективно. Особенно, когда у вас есть вот такой ветер в спину, попутный ветер высоких нефтяных цен, отсутствие нефтяных санкций и падение импорта. То, что будет происходить сейчас, я думаю, что рубль ослабеет. Но это не будет катастрофической паникой. Это будет такое действительно плавное снижение по мере снижения нефтяных доходов. Про эмиграцию. Вы уехали в 2012 году. В 2013. В 2013. После известных событий, после давления на вас, после вызов на допрос. Сейчас такое ощущение, что встала и выехала, но если не вся Россия, то вся Москва. Вы видите здесь, ощущаете этот поток? Люди приезжают к вам? В целом, здесь гораздо стало больше людей из Москвы. Это правда. Потому что, например, в 2013-2014 году был огромный разрыв между Парижем и Лондоном. В Париже практически не было новых иммигрантов, диссидентов. Сейчас, конечно, уехало гораздо больше людей. Но в целом, все равно, жить в Париже без знания французского языка трудно. И поэтому, в основном, люди едут в города, где больше говорят по-английски или по-русски. В Центральную Европу, в Балтийские страны, в Берлин, ну и, естественно, в Лондон. Как эта новая волна эмиграции, вы думаете, будет себя вести? Есть мнение, что предыдущая большая волна эмиграции, вот начало прошлого века, она была значительной, но она после себя не оставила никаких институтов, хотя много чего она создавала. Почему ты не смогла оставить? Сможет ли это волна создать какие-то институты вокруг себя? Или это не нужно? Знаете, это интересный вопрос. Надо понимать, что при всех культурных отличиях России от Западной Европы, на вид россияне выглядят так же, как западные европейцы. Им очень легко интегрироваться. Нет расизма по отношению к российским гражданам. Если уж о чем-то и говорить, то это в России я был этническим меньшинством, осетином, и условный полицейский знал, что я лицо кавказской национальности, и я был меньшинством, дискриминированным меньшинством. Никогда бы не подумал. Да, здесь, вот, правильно, как пишут некоторые критики, вроде такой приличный человек, а оказывается, что не русский. Вот люди кавказской национальности имеют абсолютно европейский вид, и люди из Москвы тоже имеют абсолютно европейский вид, в отличие от людей из экваториальной Африки или Северной Африки. Вы можете быть уже французом в третьем поколении, но если вы выглядите как человек, который происходит из экваториальной Африки или Северной Африки, у вас проблемы. И это проблемы и во Франции, и, естественно, в других странах. Это расизм. Расизм, да, безусловно, расизм. То, что россияне не сталкиваются с этой проблемой, помогает им быстрее интегрироваться. И в целом, как вы правильно говорите, многие из них добиваются успехов. И та волна эмиграции «белая Россия», которая уехала в начале 20 века, действительно оставила после себя очень много, в том числе и в Париже. И вы можете ходить по улицам Парижа, и вы увидите дом, где жил Бунин, вы увидите площадь Стравинского, все французы знают и балеты, и музыку, и литературу. Все это было прямо вот здесь. Вот Гайто Газдан, он здесь работал таксистом, а также писал свои романы. И это абсолютно нормально. Есть диаспоры, которые интегрируются отлично, но, тем не менее, помнят о своем происхождении в армянской диаспоре, которая объединяет память о геноциде 15-го года. В России, в российской диаспоре ситуация другая, и российская диаспора пытается интегрироваться. Что будет с этой волной, я не знаю. Российская диаспора, мне кажется, вообще не существует. Ну как, люди говорят по-русски, люди встречаются. Ну как диаспора. Ну, понимаете, институтов нет, нет правительства в изгнании, если хотите. Опять-таки, вот, например, если мы сравним ситуацию... Вот. Ситуация с Белоруссией. Кто хотел сказать? Да. В Белоруссии есть легитимный президент Светлана Тихановская. И что бы вы ни думали о белорусской диаспоре, у них есть институты, как вы правильно говорите. В России ситуация гораздо более сложная. Почему? Это прикладной вопрос. Почему? Я вам скажу, не просто потому, что нужно кому-то повесить орден дат булаву или скипетр, чтобы человек мог ходить по улицам Лондона или Парижа и говорить, я и есть правительство в изгнании. А потому что будет момент, когда те генералы, которые после Путина будут управлять Россией, вдруг увидят, что им на самом деле нужно с кем-то договариваться. Потому что им нужно снимать санкции. Потому что им нужно возвращать Россию на столбовую дорогу истории. Потому что без этого они не могут повысить свою популярность среди народа. И в этот момент будет круглый стол. И кто будет сидеть за этим круглым столом? Самый простой ответ на этот вопрос. Люди, которые выиграли праймари с оппозиции. Поэтому вот помните, был в 2012 году координационный совет оппозиции. Идея была именно в этом. Казалось, что момент в 2011 году, в 2012 году заключается в том, что Путин сейчас придет и будет с нами договариваться, кто с другой стороны должен сидеть. Это должен быть координационный совет оппозиции. Были проведены выборы. Выиграл Алексей Навальный. Вторым, мне кажется, пришел Дмитрий Быков. Третим, Гарри Каспаров. То есть все знакомые имена, которые сейчас либо в тюрьме, либо за границей. И тогда никаких переговоров не было. Путин решил, что мне переговоры не нужны. Я знаю, куда пойдет моя страна. Но вполне возможно, что опять-таки спрос на круглый стул появится. И тогда было бы полезно, чтобы вот сейчас провелись бы эти самые выборы, и было понятно, кто представляет российскую оппозицию. Как вот эта волна иммиграционная скажется на российской экономике, на ее будущем? И из-за этого следующий вопрос. Почему никого не пытаются удержать? Ни силой, ни хитростью? Скажется эта волна иммиграции плохо. Насколько плохо, мы не знаем. Потому что мы не знаем, сколько людей уехало, какие люди уехали. Вот я, например, все эти годы живу в Москве. У меня есть... С точки зрения Росстата они меня считают как человека. И то, как была проведена перепись пару лет назад, наверное, мне подсказывают, что меня переписали как человека с постоянным местом жительства в Москве. Я вам скажу, как бывший главный экономист ЕБРФ, мы смотрели на эффект эмиграции с центрально-восточноевропейских стран на производительность компаний. Когда страны вступали в Евросоюз, условно, Польша или Румыния. Румыния гораздо позже присоединилась к европейскому рынку труда. Вы можете посмотреть, как люди уезжают из этих стран, молодые и квалифицированные люди, как это влияет на деятельность компаний. И ответ такой, что очень сильно влияет, очень плохо. Речь идет о десятках процентов снижения роста производительности. При этом те люди, естественно, они уезжают условно из Венгрии в Германию и всегда могут вернуться. Здесь ситуация гораздо более сложная. Проблема еще здесь в том, что по российской экономике бьет не только этот шок, но и многие другие шоки. Отсутствие иностранных инвестиций, санкции. И поэтому выделить, вычленить, измерить эти эффекты... Что хуже, уже непонятно. Да. Все плохо. Вы знаете, как говорил Сталин, когда его спрашивали, что хуже, левый уклон или правый уклон? Он говорил, оба хуже. Вот мы находимся в той ситуации, когда со всех сторон все очень плохо. Возвращаясь к вопросу, почему не удерживают. Это, мне кажется, главный урок, который Путин выучил из советской истории. Если удерживать, люди начинают с тобой бороться. А так они могут уехать, интегрироваться в европейское или американское общество. И внутри будет меньше недовольных людей. Конечно, это плохо для экономики. Но у Путина цель не экономический рост в России. Вот мы говорили с вами, что он в 2012 году выбрал другую дорогу. Дорогу, направленную на удержание власти. Любой ценой. Включая замедление экономического роста. Поэтому здесь я бы и не удивлялся. Наоборот, я думаю, что это абсолютно нормально. Что Путин разрешает уезжать. И когда бизнес-журналисты на инвестиционных форумах спрашивали Путина еще 10 лет назад. Не кажется ли вам, что у России есть проблемы с утечкой мозгов? Путин всегда отвечал. Я очень хорошо это помню. Путин всегда отвечал. Ну вот рыба ищет где глубже. Человек ищет где лучше. Мы свободная страна. Если люди хотят реализоваться в других странах, ну отлично. Что мы им будем мешать? Он никогда не говорил, что утечка мозгов это плохо. Но сейчас, кажется, поменялись масштабы. На самом деле, кажется, что заговорили. В принятом ключе нынче, что это все предатели, давайте мы это налогами обложим, еще чего-нибудь, лишим гражданства, имущества и так далее. Ну, как обычно у нас принято. Знаете, что лишиться российского гражданства не так просто. Смотрите, в Вардане она как быстро получилась. Есть такой выдающийся бизнесмен, собственно, бывший студент российской экономической школы Александр Герко. Он написал недавно твит. Очень успешный трейдер. Такая компания. XTX Markets, один из самых успешных трейдеров в Великобритании. Саша написал твит, что он сказал, что два года, пять визитов в российское посольство, ожидание под портретом Путина, 10 тысяч фунтов на юристов. И, наконец-то, вуаля, я лишился российского гражданства. Вы сказали недавно, что массовый отъезд наиболее продвинутой части российского общества, в том числе молодых айтишников, на руку Путина. Да, безусловно. Именно поэтому. Потому что ему не нравится, когда недовольные люди, как вы говорите, предатели, ходят по улицам Москвы. Его в меньшей степени волнует экономическое развитие России, в том числе и цифровое развитие России. Подумайте, как много Путин сделал плохого для российского айти-сектора. Я не буду сейчас перечислять тех, кто уехал, вывез в бизнес. Я не знаю, честно вам скажу, не знаю, что Путин сделал для айти, неплохого, нехорошего, но то, что у нас хорошо развита айти-система, это медицинский фактор. Она могла быть гораздо лучше. В России действительно, это огромная история успеха, российский айти-сектор. И по абсолютно понятным причинам, потому что в Советском Союзе была математическая школа, когда Россия начала переходить к рынку. Эти люди ставили строить компании, которые работали иногда на российский рынок, а это достаточно большой рынок, иногда на глобальный рынок. И в этом смысле не нужно удивляться, но после 2012 года, удар за ударом, уничтожая возможности привлекать иностранные инвестиции, выходить на иностранные рынки, вводя цензуру, самоцензуру, увеличивая сдержки, пакет яровой, да, вот это все, все это подрывало, в том числе и капитализацию Яндекса. Если вы вспомните, как много раз Яндексу приходилось изменять свою структуру управления, уже в 2008 году пришлось придумать эту самую золотую акцию, да, в каком-то там, в 2018-2019 году депутат Горелкин, как обычно, заставил Яндекс создать какой-то дополнительный орган управления в Нидерландах, да, то есть вот все это вот, казалось бы, вы находитесь в очень конкурентном секторе, вам нужно конкурировать с Гуглом, а вам нужно все время звонить в администрацию президента и говорить, разберитесь с депутатом Горелкиным, пожалуйста, кто его прислал? Владимир Владимирович, почему нам мешают работать? Вот это спортивное соревнование, только ваш конкурент бежит в кроссовках, а вы бежите в кандалах, да? Как вот эта волна уехавших отразится на экономиках, принимающих стран? Мы уже видели в 2022 году экономическое чудо в Армении и в Грузии. Это временный эффект или это начало некой тенденции? Армения и Грузия это относительно небольшие страны, поэтому если в них приезжает 100 тысяч человек, это достаточно заметный эффект. Эти 100 тысяч человек приносят свои сбережения, покупают недвижимость и инвестируют в эти страны, поэтому нормально, что выросли цены на недвижимость, что не всех обрадовало, как вы можете догадаться. Но в целом для экономики это положительный макроэкономический шок. Для условной Польши этот эффект практически незаметен, для Германии или Англии практически незаметен. У Польши есть свои другие шоки, это приезд украинцев. Украина, и Германия тоже, кстати. Да, но в целом, конечно, если к вам приезжают десятки или сотни тысяч квалифицированных людей, которые привозят еще свои сбережения, это положительная новость для экономики. И, конечно, не все так просто из-за того, что растет неравенство, потому что растут цены на все, когда просто приезжают относительно более богатые люди. Но в целом для макроэкономики в среднем это хорошая новость. Про Дубай еще хочу спросить. Как вы думаете, есть такое даже... Это даже не мнение, а скорее я бы сказала, что это желание наших сограждан думать, что в Дубае возникнет некая резервная копия Лондона для них. Как вы думаете, это возможно? Это возможно в целом, но насколько вы можете скопировать Лондон? Ну, это Лондон, это ведь не только финансовый центр, это и качество жизни, это и школы. И да, в Дубае есть целая инфраструктура для экспатов. Ровно когда Дубай строил свой финансовый центр, он думал и об этом тоже. В Москве, вы помните, тоже в 2008 году, в 2010 году был такой проект «Москва. Международный финансовый центр». И тогда речь шла не только о том, что нужна московская биржа, которая, кстати, как раз встала на ноги и много хорошего сделала. Но и школы для иностранцев, полицейские, которые говорят по-английски. Многое из этого было сделано к чемпионату мира 2018 года. Но в целом, Международный финансовый центр – это не только биржа. Это в том числе и качество жизни. И, конечно, у Лондона есть много преимуществ по сравнению с Дубаем. Не такие мутные деньги. Не такие мутные деньги, да. В целом, есть много причин, почему российская элита предпочитала Лондон, а не Дубай. Ну, есть причины, почему они оттуда теперь уехали. На что сейчас смотреть, чтобы понять, что происходит в российской экономике? Это очень хороший вопрос, потому что многие данные засекречиваются. И самая главная переменная – это, естественно, ВВП. Но ВВП – проблематичная переменная во время. Потому что ВВП – это суммарная добавленная стоимость. Вы делаете ракету, совершенно верно. Это добавляет стоимости к ВВП. ВВП – это совокупная добавленная стоимость. Есть тонкость, которая отличает добавленную стоимость в частном секторе или в государственном. Вот вы продаете рекламу. На рекламу есть рынок. Цена, которую вы получаете за рекламу, определяется рынком. И поэтому добавленная стоимость засчитывается справедливо. Вы продаете ракету, вам государство платит за нее 10 миллионов долларов, вот сколько она заплатила, столько Росстаты думает, эта ракета добавила стоимости. И в этом смысле каждая дополнительная построенная ракета, да, это проблема для бюджета, но это хорошая новость для ВВП. И чем больше вы производите ракет, тем больше ВВП сегодня. Качество жизни российских граждан, это не имеет никакого отношения. На что можно смотреть? Можно ли смотреть на реальные доходы? Я очень подозреваю, что данные по реальным доходам не точны. Можно смотреть на данные по розничному товарообороту. Эти данные очень интересны. Вы видите, что год к году розничный товарооборот в условном октябре упал на 10% в сопоставимых ценах. Это достаточно хороший показатель качества жизни россиян. Еще можно посмотреть на их сбережения. Сбережения по многому искажены движениями валютного курса, поэтому ситуация не такая простая. Но вот мне кажется, вот это потребление товаров, розничный товарооборот, это неплохая характеристика. Ну и естественно нужно смотреть на экспорт, импорт, на бюджетный дефицит. Минфин до сих пор публикует бюджетный дефицит. Минфин засекретил данные о бюджетных расходах, но доходы на самом деле по-прежнему публикуются каждый месяц. Вы можете посмотреть, например, спад налогов на импорт, падение налога на добавленную стоимость. И это хороший показатель того, что происходит в экономике. В этом смысле бюджетная статистика. Лучше бы, конечно, было видеть и расходы, но даже доходы, какие налоги на сколько сократились, это уже тоже полезная величина. И это будет особенно интересно в следующем году, когда удар нефтяных санкций приведет к росту бюджетного дефицита. Ну, вы смотрели. Я смотрел. Какой диагноз? Диагноз такой, что дефицит может вырасти существенно, до 4 или 5% ВВП. И надо вам сказать, что непонятно, насколько это большая проблема. Потому что, в принципе, на западной рынке Министерство финансов выйти не может. Резервы вроде бы заморожены. С другой стороны, Минфин много накопил денег в прошлом году за счет профицита торгового баланса. Мы не знаем, сколько денег он может занять в Китае. Вполне возможно, что это будет. Хотя китайские банки очень боятся вторичных санкций. Вполне возможно, что Минфин будет занимать на внутреннем рынке. Потому что в банках есть ликвидность. И, может быть, он будет просмотреть. Военные облигации. Да, будут продавать военные облигации. Как говорится в известном фильме, если они будут брать, то отключим газ. Все может быть. Я бы тут почитала ваше интервью 2012 года, в котором вы сказали, что через 10 лет Россия станет нормальной европейской страной. Что вы сейчас думаете про тот прогноз? Я думаю, что я ошибся. Россия не стала нормальной европейской страной. На самом деле, логика рассуждения 2011-2012 года была в том, что путь, который выбрал Путин, было понятно, что этот путь ведет в тупик. И казалось наоборот, что он и Медведев, и все люди вокруг них это понимают и не будут делать вот именно это. Я об этом говорил достаточно открыто. И, собственно, из-за этого я теперь живу в нормальной европейской стране. К сожалению, не в России. Мы увидели, что этот путь привел Путина в тупик. Он совершал шаги в этом направлении все эти 10 лет. И, к сожалению, мы сегодня находимся совсем... Россия — это совсем ненормальная европейская страна. Что бы вы сейчас сказали, что будет с Россией через 10 лет? Я думаю, что сейчас еще больше неопределенности, потому что вполне может так случиться, что через 10 лет в Кремле будет по-прежнему Путин. Такое вполне возможно. Мне кажется, Путин серьезно укоротила ожидаемую продолжительность жизни его режима. С другой стороны, все бывает. Мы видим, например, Мадуро по-прежнему находится у власти с гораздо более катастрофическими последствиями для венесуэльской экономики, чем Путин когда-либо сможет устроить для российской. Но может быть и так, что так или иначе произойдет либерализация, демократизация, перестройка, если хотите. И это возможно в том числе. Спасибо. 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 Спасибо.